доброго дамы господа обзор валютного рынка форекс метод опционного анализа начался у нас новый опционный месяц июньский и давайте разберем какие ожидания у нас на предстоящий контракт сейчас перед вами валютная пара евро доллар это вертикальная красная линия как раз показывает границу перехода с прошлого опционного месяца на следующий и что мы видим видим что у нас произошло стандартное открытие то есть цена у нас торгуется между верхней и нижней границей рынка коридоры вероятности по началу опционного месяца у нас конечно широкие но затем они со временем сужаются и вот закрытие опционного месяца у нас произошло как раз в коридоре вероятности 68 процентов выскакивала в коридор 95 процентов но оттуда ее уронили обратно поэтому когда цена у нас уходит за пределы 68 процентов в коридор 95 процентов то здесь в принципе можно искать продажи это хорошее подтверждение того что цена может пойти в противоположную сторону от данного коридора то есть и и цену будут выталкивать что у нас сейчас в последний день опционного месяца у нас появилось два контракта контракты put с экспирации 29 мая это недельный опцион из экспирации 5 июня как видим что по статистике вероятности снаус в принципе может дойти до этих уровней поэтому их можно рассмотреть в качестве открытия поиска покупок если здесь будут формироваться паттерны на покупку рассмотреть для покупки так как у нас коридор остается все-таки большим имею ввиду коридор между границами рынка достаточно широкий 700 пунктов по текущей волатильности рынка выглядит достаточно широким коридором поэтому здесь можно искать уровне это у нас ценовые уровни 106 62 106 51 можно искать покупочки тем более коридор вероятности 68 процентов будет сужаться и возможно что мы данный вот уровень будет попадать в коридор 95 процентов но также вероятное то что если цена пойдет вниз достаточно быстро то у нас и естественно коридор будет сужаться вниз и цена вернее данные уровни будут находиться в коридоре 68 процентов будем следить за ситуацией и от этих уровней естественно рекомендую искать если покупочки то не полным объемом и полным риском например какой-то частью вашего риска но среднесрочные сделки полным объемом можно искать за пределами нижней границы рынка это будет очень хорошая область для поиска покупок 104 23 до на сегодняшний момент вот эта вот область очень хороша для поиска среднесрочных покупок здесь у нас заканчивается на текущий момент коридор вероятность 95 процентов плюс это можно сказать пограничный опционный уровень за пределами которого на далеком расстоянии больше ничего не вот имеются опционы с экспирацией 4 декабря но у нас появились от рынка достаточно далеко более чем 1000 пунктов поэтому такие контракты я расценивал как проданы с целью того что экспирация произойдет выше данных уровней чтобы получить комиссию за данные проданные контракты сегодня кстати вам покажу на примере как можно торговать и опционами ванильными опционами на валюту именно на валюту в рынке форекс как это выглядит ну и на покупку если у нас цена пойдет вверх хотя сейчас она ближе все-таки к нижней границе рынка если цена пойдет вверх то опять-таки у нас коридорчик будет смещаться и за пределами верхней границы рынка вот у нас самый свежий который имеется контракт колл это с экспирации 4 сентября вот в этом пределе можно искать продажи среднесрочные продажи цена вернее уровень наверняка будет находиться в коридоре 95 процентов хорошие места для поиска продаж это можно обозначить как предпоследний барьер ну а пограничной областью является у нас коридорчик на ценовых уровнях один 1350 и один 1399 но один 14 на рамках это пограничный уровень можно его обозначить имеются выше еще уровне но до вряд ли до них цена может дойти так как они далеко за пределами даже коридор 95 процентов поэтому на них пока внимание проще наиболее вероятный то что те вам обозначен предпоследний коридор 1 12 0 5 на текущий момент и 1 12 41 этот коридорчик ну и пограничный один 1350 1140 поехали дальше британский фонд по британцу у нас опять-таки стандартное открытие рынка внутри границы рынка внутри верхней между нижней границы рынка опцион у нас появлялся за несколько дней до экспирации за три дня до экспирации появлялся опцион путь это опцион с экспирации по среди недели то есть вот он завтра уже экспирируется в среду данный опцион и я на него прикупил вот тот самый ванильный опцион и что сейчас происходит сейчас цена у нас ушла вниз то есть торгуется под водой позиция по форексу могла бы быть убыточной и могло несколько раз вынести по 100 полосу да то есть в обычной торговле обычном режиме форекс но по опционам это выглядит иначе и так как это выглядит вот перед вами сейчас вот график фунта вот этот уровень покупки по форекс сейчас под водой у нас находится на то есть ниже уровня покупки и естественно по позиции по форексу вот этот позиция форекс идет убыток минус 291 доллар но он за хеджирован опцион то есть куплен опцион путь вот он опцион путь по фунту который страхует данную позицию и дает плюс 231 доллар пока что полностью не перекрывает его потому что дельта равна вот 0 9 здесь на таким образом обозначается минус 91000 что означает это дельта это означает то что за один пункт по опциону один пункт опционы стоит не 10 долларов а 9 долларов 16 центов на данный момент полностью выравнивается и станет равняться 10 долларам за один пункт в момент экспирации то есть завтра вечером если цена не вырулит вверх они вырулит вверх то прибыль по опциону будет равняться убытку по форекс тем самым моя позиция вот это убыточная перейти в перспективе убыточная позиция малау вида просто закроется по нолям называется хеджирование опцион то есть я за данную страховку заплатил 83 пункта опцион сам покупал по страйку 1 2450 вот эта цена опцион put 2450 то есть вот как получается это продажа покупка put это получается продажа по цене 2450 и в момент экспирации у меня как бы откроется позиция на продажу sell по цене 2450 то не 2450 и соответственно стоит покупочка по цене 1 2366 вот это расстояние как раз вот это будет у меня прибыль давать вот это расстояние убыток давать например закроется вот здесь на этом уровне и тем самым закроется все в ноль но вот из этого расстояния на продажу да вот из этой прибыли еще нужно вычесть стоимость опциона за которые заплатил от 83 пункта то есть вычитаю как раз 83 пункта вот это расстояние минус 83 пункта это остается чистая прибыль и так сказать чистый убыток и в итоге схлопается все в ноль вот это акционная торговля далее австралийский доллар по австралийцам я тоже открытой ситуации вот по австралийскому доллару сейчас его разберем сперва общий обзор австралиец открылся также стандартно между верхней и нижней границы рынка нижняя граница очень далеко в пределах даже не статистической досягаемости тут же появился уровень второго порядка сегодня опять-таки достаточно далеко не знаю то ли рассчитывать на сильное падение текущий месяц то есть возможен какой сценарий у нас в прошлом акционом контракте были довольно таки мощные сильные вливание на акцион кол с экспирации 5 июня даже позапрошлый контракт в прошлом контракте вливали то есть тут вот далил очки много ожиданий за пределами верхней границы рынка вот этих акционов колл с экспирации 5 июня то есть текущем контракте и уровень второго порядка также у нас экспирируется 5 июня поэтому возможно какой сценарий уход цены за пределы верхней границы рынка видим она у нас находится теперь находится в пределах статистической досягаемся даже здесь коридор 68 процентов если цена еще пойдет и вверх коридор будет смещаться и мы тут вообще будем по красоте стоять в коридоре 68 процентов то есть сейчас есть основание думать что цена может дойти до этого уровня но если цена даже выйдет за пределы 68 коридора то мы окажемся в коридоре 95 процентов откуда разворот шанс на разворот увеличивается поэтому может быть ждут такого сценария что цена поберется до вот этих областей и дальше рухнет вниз по каким-то причинам я не знаю фундаментальных событий особо не отслежу поэтому может быть кто-то знает что ждут по австралийскому доллару в плане каких-то глобальных фундаментальных событий почему ждут возможно такого резкого падения вплоть до вот шестидесятой фигуры до уровня 06 то есть падение на 700 800 пунктов если рассматривать из этой области и что по австралийцу по австралийцу также видим у нас появлялся за несколько дней до экспирации они давать за четыре дня до экспирации появлялся опцион колл с экспирации опять-таки 5 июня и также я на него прикупил опцион колл как и вот этот крупный игрок и что выходит у нас график австралийский доллар и позиция на продажу стоит отложенный ордер лимитник на продажу по цене 6577 и куплен опцион колл вот он опцион колл куплен с экспирации 5 июня по нему сейчас идет убыток в минус 75 долларов и данный опцион ограничен убытком размере 77 пунктов 773 пунктов по пятизнаку столько я заплатил за данную страховку и сейчас например если я сомневаюсь что цена может пойти дальше вверх то я могу закрыть данный опцион в любое время нажать кнопочку закрыть вот по 74 75 долларов убытка потерять либо же впереди еще целый опционный месяц ждать что цена может пойти вверх и когда цена дойдет до уровня 6577 вот здесь у меня настаёт точка без убыточности и здесь уже можно будет дальше колдовать с рынком то есть если цена пойдет дальше вверх как и ожидается в район 67 фигуры в область скопления опционных уровней то естественно по позиции форекс у меня будет идти нарастать убыток который будет перекрывать купленный опцион но далее можно будет отслеживать такую ситуацию ждать такой развязки что если появляется еще какой-то опционный уровень например также с экспирации 5 июня где-нибудь появляется вот в этом коридоре неважно где то можно будет и прикупить вдобавок его то есть по той же схеме купить опцион выставить отложенный ордер на продажу и тем самым ждать разворота то есть данная позиция уже находится в безубытке открываем дополнительный риск в этом случае конечно но если цена доходит в данный коридор открывает вторую нашу уже безубыточную позицию и все-таки падает вниз то мы здесь собираем полные ведра прибыли вот с этих двух с этих двух позиций которые уже не будут себе внести никакого риска но часто бывает даже так что стоимость опциона превышает его рыночную стоимость например не раз такое бывало и это было даже с фунтом недавно британским футом по опциону было то есть был убыток по позиции форекс а опцион сам опцион несмотря на то что дельта его было еще меньше не 0.9 а там 0.6 она была давал прибыль на 200 долларов в итоге перекрывающую убыток по позиции форекс такое бывает когда ждут например что если ждут дальнейшего сильного роста а сейчас видим стоимость опциона припала поэтому дальнейшего сильного роста по фунту не ждут что можно даже ориентироваться по самим опционом куда ждут направление рынка а и бывало так что стоимость опциона пусть он даже еще и не в деньгах превышала в два раза затраты на покупку бывало такой то есть например я купил опцион по 83 пункта опцион еще далеко не в деньгах то есть по идее рыночная его стоимость должна была быть в убытке и давать убыток а за него давали например 190 пунктов такое часто бывает и вот если по австралийскому доллару будут ждать сильного роста сначала то стоимость опциона может подскочить и он может давать уже сам по себе довольно таки приличную прибыль которую можно например даже не дожидаться закрыть по рынку сколько есть не дождавшись еще и дохода цены до лимитного ордера до безубыточной позиции так сказать но в этом наверное нет особого смысла потому что если и ждут сильного роста то значит и этой безубыточной позиции может цена дойти если в этом случае уже дальше ничего не будет угрожать нужно будет только дожидаться что цена может припасть дальше вниз вот такие интересные моменты бывают когда торгуешь опционами когда ходишь свою форекс торговлю опционы главная риска здесь заключается в том чтобы определить дойдет ли цена до твоей безубыточной позиции и риск возникает в момент именно покупки опциона потому что ты за него сразу же платишь но если цена дошла до твоей позиции куда ты рассчитывал то риск перестает то есть риск исчезает твоя сделка в худшем случае будет равна нулю иногда даже если цена уходит против тебя цена ушла против тебя но стоимость и ожидают дальнейшего мощного роста то стоимость опциона возрастает выше рыночной и опцион перекрывает убыток по убыточному форекс и ее можно прикрыть поехали дальше канадский доллар по канадскому доллару стандартное открытие цена опять-таки между верхней и нижней границы рынка особо здесь ничего интересного нет то есть дожидаемся ухода цены за пределы верхней границы рынка и ждем какие-то своих разворотных паттернов формирования разворотных паттернов ну чтобы не упускать вот эти достаточно большие движения что до верхней что до нижней границы рынка это касательно всех валют про которые я расскажу то можно ориентироваться вот на уровне продавца покупателей которые отмечаются в шаблонах и также по каким-то паттернам например в са или еще каким-то паттернам искать продажи как например вот сегодня появился цена зашла в зону продавца появился паттерн внутренний бар сейчас я про него рассказывать подробно и не буду поговорить узнать вот внутренний бар появился цена идет вниз продажи открыты вчера точно также было по фунту цена зашла в зону покупателя то есть не вчера позавчера зашла в зону вернее продавца также нарисовался паттерн внутренний бар видим мощное падение так теперь давайте рассмотрим франк по франку тоже ничего пока что интересного нет цена между границами рынка торгуется ближе к нижней границе рынка в прошлом опционный месяц цена уходила за пределы нижней границы рынка вот несколько и удалось вырваться но вот никак ее не пускают вот первый раз второй раз третий раз цена бьется об один и тот же опционный уровень и все время ее отбрасывают вниз поэтому следим за этим барьером пытаются пытается она речь из прошлого опционного уровня пойти вверх но и вот не пускаются пределы 97 60 за пределы 97 за пределы 98 фигуры франку не удается пробиться но и внизу у нас остается больше ожиданий путь смотрим что у нас много ожиданий калов внутри коридора коридора из уровня первого порядка вышел уровне верхнего вверх не границы рынка у нас имеется только один единственный опцион с экспирацией 6 ноября поэтому данная область хороша будет для рассмотрения продаж но и здесь нужно будет ориентироваться и смотреть много у нас ожиданий здесь уже при подходе цены к опционным уровням смотреть где у нас будет находиться коридор 68 процентов 95 процентов то есть границы 68 95 процентов где у нас будет находиться и соответственно уже ориентироваться на данные опционы смотреть формируются ли на них какие-то разворотные паттерны хорошим местом для поиска продаж на данный покупок на данный момент это у нас будет предпоследний барьер чик цена 095 29 и пограничный барьер чик это цена 090 403 тут 094 20 примерно вот эти области хороши для рассмотрения среднесрочных покупок и осталось японская иена по японской иене у нас появился сегодня опцион с экспирацией в понедельник 8 июня достаточно далекий опцион подскочила вверху верхняя граница рынка вчера обратите внимание немного но цена у нас уходила за пределы верхней границы рынка тут и встретил продавец немного откатили вниз сейчас поджимают покупатели верхняя граница рынка вверх обратно перестроился перестроился вверх появился опцион с ожиданием того что цена может дойти до этих уровней поэтому в перспективе до данная модель у нас говорит о том что рост ограничен но цена может дойти до вот этой области 109 0 9 108 73 хорошее место для поиска продаж тем более рядышком здесь границы 68 процентов мы с максимальным профитом на нижнюю границу рынка здесь видим нас коридор тоже имеется вернее область из уровня с экспирацией 15 мая это недельная опциона но это недельно экспирируется но здесь же на 68 процентов и нижней границы рынка так что пока что то эта область также можно рассматривать в качестве либо фиксации профита если цена пойдет вот таким образом таким сценарием но если же цена вдруг развернется и пойдет вниз сначала то в этой области можно искать покупки опять-таки с фиксацией профита с соответственно в этой области здесь уже искать продажи вот такие сценарии на этом все успехов попутного тренда подписывайтесь в группу telegram где выкладываю аналитику по расстановке опционных уровней соответственно если появляются какие-то интересные моменты доступ группу бесплатный попутала нам всем тренда пока